Если вы живете в этих удивительных городах, мы с вами сможем встретиться в живую. Есть некая экология слива отрицательных эмоций. Дети сливают маме, то есть мама создает атмосферу, дети эти не боясь никаких обратной какой-то реакции неадекватной и тому подобное. Их никто не будет унижать, попрекать, напоминать и так далее, и так далее. То есть это обязательно? Дети должны открывать сердце, говорить, что мне было плохо, я почувствовал себя так. И забота матери сказать, что ты себя чувствовал, что произошло? Ну вот, Лена, а что ты почувствовал? Тебе, наверное, было очень плохо. Да, я очень расстроился. А что ты чувствовал? И понимаете, о чем я сейчас говорю? Это важная история, просто этого никто не хочет делать. И женщина набралась. А почему женщина у детей это принимает? Да потому что традиционно женщина к детям ближе. Забота о детях это обязанность, эволюционная обязанность женщины. Потому что мужчина о детях и жене заботится где? В лесу, конечно, на работе, конечно. Он должен набрать эти деньги, где дети твои, жена может там сидеть и друг друга слушать. По большому счету так. Вот женщина набралась вот этих всех отрицательных эмоций. И своих там придумывала. И отнесла кому? Мужу, он должен создать атмосферу, где он может ее послушать, задать ей вопросы, поинтересоваться. Она может рассказать, не боясь последствий, что очень сложно. Мужчина все это набрался, тоже надо куда-то девать? Там у мужчины целая история. Если на жену стоить нельзя, на детей нельзя, на меня нельзя. Хотя на меня можно за 3 тысячи долларов в час. Но есть дешевле, поэтому ко мне никто не ходит, слава богу. Куда может слить мужчина? Кому-то старшему. Кто старше тебя, кто эмоционально сильнее. Это может быть твой наставник, это может быть крутой дед какой-то. Это просто кто-то старший. Либо это может быть психолог, который может быть, он не старше тебя, но ты дал ему денег, и он изображает более эмоционально сильного. Это может быть кто? Священник. Это может быть друзья отчасти, могут какие-то быть. То есть это кто-то может быть очень сильный. Там есть варианты. Либо это может быть стресс, который от отрицательных эмоций. Если сейчас на химию перевести, то стресс – это действие какого гормона? Кортизол, конечно. Как у мужчины кортизол нейтрализуется, кто знает? Адреналин и тестостерон. Два главных гормона. Если у женщины два главных гормона – это окситоцин и серотонин, гормон объятий, заботы, и кортизол у нее нейтрализуется, то у мужчины тестостерон и адреналин. Поэтому побегал, поскакал, достиг, получил, попал, погонял. То есть вы поняли, о чем речь. Либо соприкосновение с элементами природы. Огонь, вода, земля, воздух и тому подобное. Спорт на свежем воздухе, походы босиком по траве, море, лес обнимаю. Я деревья обнимаю. Ну, захожу подальше, потому что меня многие знают. Смотрю, чтобы никто не видел, стою, обнимаю дерево, говорю, дерево, дерево. И прямо очень хорошо помогает. Баня, фитнес, все эти… Почему баня? Баня – это огонь, вода, земля. Три стихии в одном месте. Это крутая история. А высший пилотаж – это молитвы. То есть садись и такой, о, Господь, Ты послал мне вот этих детей, вот эту жену, вот эта вся история. Они мне накидали, как баржа утюгами загрузили. Поэтому… И послушай, молитвенная практика очень круто работает. Говорят, что духовно продвинутый мужчина может эмоционально переварить любой объем баб. Я, кстати, часто провожу мужские клубы, и там интересна такая ситуация. Мужские клубы – это когда одни мужчины. Мы просто так беседуем, такие… 450 – одни мужики. Так классно вообще. Легко. И очень многие мужчины слушают меня. И приходят на лекции, и многим западает история. Если ты не будешь слушать свою бабу, ее будет слушать кто-то другой. Либо психиатр, либо любовник. Мужчины-то вставляют, и они такие, я буду слушать. И начинают слушать. А потом приходят на мужской клуб и говорят, вы знаете, проблема. Кстати, проблема есть. Я начал слушать, я хочу быть хорошим мужиком. У меня проблема. Я говорю, ну какая, я прям не знаю. А я-то знаю. Он говорит, пять проблем основных. Как вы думаете, какие пять основных проблем? Первая проблема. Это бабу срывает неожиданно. То есть без предупреждения. Как вермахт вторгся в СССР. Прямо ты сидишь, никого не троешь. Вроде хорошо едем. А-а-а! Понеслась. Вроде отлично сидели. А тут говно попало на вентилятор. Бабу размотало и понесло. А ты, ну ты не подготовился. Ты вот, ну, 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 прямо вообще. И, короче, начинается какая-то история. Вот без предупреждения. Я говорю, братан, тут такая история. Бабы предупреждать. Конечно, идеально, когда подходит жена и говорит, дорогой. Ага, сейчас. Вторая проблема. Вторая проблема. Когда срывает ее, начинает. А бабушка, когда ты начинаешь это дело, они понимают, что им легчает. Они думают, это же будет недолго. Надо сейчас попробовать. Все, что я всю жизнь накопила, сейчас солью на Павлика. Расскажу ему, что он скотина, что я его не люблю, что он мерзкая тварь. Что, фу, на тебя. А ты по глупости все на себя восприним. И тебе кажется, вторая проблема, что это никогда не закончится. Ну вот, когда мужчина первый раз видит истерику женщину, он думает, ну она сошла с ума. Ну дурная. Ну я знал, что она психическая. Ну все, ну больная. Все. Теперь будет так всегда. Да. Я женат на психическое. То есть он не понимает, что это просто такая вот история. Знаете, если у человека понос, да, вот у вашего ребенка когда понос, вы же не думаете, ну теперь будет сраться с утра до вечера. Ну понятно, что закончится. Когда по-любому кончится. Ну да, да. Ну а эмоционально кажется, что не кончится. Вторая проблема. Третья проблема. Она третья, четвертая, они в паре. В паре идет мужчина. Мужчина, когда попадает в эмоциональный такой стресс, да, с кем-то, ну эмоционально сталкивается, срабатывает психологическая история. Бей или беги. То есть так мы устроены эволюционно. То есть ха или ха. Либо убегаешь, либо начинаешь сражаться. В данном случае что происходит? Бабу начинает нести, что значит бей? Мужчина думает, у нее проблема. Если я сейчас быстро решу проблему, она заткнется. И он ее быстро перебивает. Я понял твою проблему с трех нот. Все, увольняйся. Увольняйся. Все. Не ходи к Ленке. Больше с ней не общайся. Она тупая, сука. Я же тебе говорил. Не езди к маме. Мама твоя такая же овца, как и Ленка. То есть пытается решить проблему. А для женщины, она же, ей же поговорить надо было. А он ей предложение, короче, сделал. Как решить вопрос. Тварь. Не работает. Либо беги. Мужчина реагирует так. А я при чем? А что ты мне это говоришь? А что я сделал не так? А в чем проблема? Ты объясни хотя бы, что я сделал не так? И она думает. Вот ты, сука, тупая. Ну что же. Возникает проблема. И пятая проблема. Я не говорил. Мужчина может набраться этих эмоций и не знать, куда их сливать. Потому что он свою жизнь не выстроил. Он не бегает. Он не занимается. Деревья не обнимает. К психологу не ходит. Он же умный. Он же. А все мужчины. У нас проблема, что мы пик. Правда? Я самый крутой. То есть, ну как, мужик пойдет к психологу. Это что, признать, что я псих, что ли? А я сам разберусь. Если бы, кстати, мы могли зубы лечить сами. Мы бы зубы сами лечили. Правда? А Любаср пожевал и все. Поэтому возникают пять проблем. Пятую проблему я вам подсказать не могу. Как сами ее решать. Я объяснил. А первые четыре решаются с помощью великолепного тренажера счастья. Который изобрел кто? И я красавчик изобрел. Вот они. Вот они. Вот они, мой любимый тренажер. Я на нем обогатился и планирую еще дальше обогатиться. Как это работает? Во-первых, есть девайс. То есть, есть вещь. И если у вас с женой есть договоренность. Такие часы мной подписаны. Лене и Паврику, от Сати. Она такая чувствует. Ну, может не сразу, но со временем научится. Чувствует. Хват часы и к мужу. И идет. А ты сидишь, жарешь венере, смотришь, баба с часами идет. Ну, вряд ли она идет время тебе сказать. Да? То есть, если ты нормальный бужик, у тебя есть несколько секунд. Что? Ты предупрежден. Значит, вооружен. Вооружен. Валера. Все. Понял. Телизор выключил. Каску одел. Вперед. Второе. Проблема, что это вечно будет всегда. Не вечно. Часы. Мужчине надо чем-то управлять. Потому что мужчина хорошо себя чувствует, если он управляет ситуацией. Ну, пойдите в супермаркет со своим мужем. Если вы будете с ним просто ходить и покупать продукты, он же, ну, он с ума сойдет. Он вас убьет просто. Поэтому умная жена дает мужчине что? Телего. И он управляет телегой. Пы-пы. Помеха справа. Вычисляет максимально правильно эти самые. Разъезжается вот это все. Занят. Заметили, как спокойно? Потому что человек чем-то управляет. Пространственные вот эти свои навыки занят. Здесь такая история. Часы у тебя. И ты такой. А мы заботливо выделили 15 минут. Ты часы ставишь и понимаешь. Они сыпятся. Это не вечно. Оно закончится. Со временем, когда вы научитесь, вы сможете делать вот такое движение. Я готов. Продолжаю. Третья проблема. Как решается? Здесь есть надписи. Очень правильные надписи. В сторону мужчины. Есть две надписи. Ты сидишь, чувствуешь? Бей. Чувствуешь? Надо решать. А тут написано. Делать ничего не надо. А тут написано. Ты ни в чем не виноват. Вот ты сидишь. Часы светятся. Бабу несет. Делать ничего не надо. Ты ни в чем не виноват. Красавчик. И, конечно, справедливости ради, чтобы женщины не пели это самое. Надпись в сторону жены есть. Тебе дают эмоциональную поддержку. Серьезную эмоциональную защиту. Это стоит. Психологи на этом обогащаются. Твой муж делает это бесплатно. Поэтому гордиться, благодарить, восхищаться, ценить. После каждого сеанса мужчину надо отблагодарить. Как? Кому как? Я не знаю. Для кого-то одеть костюм кошки и затрахать его до утра. Для кого-то приятность какую-то там сырников нажарить. Для кого-то. Ну, я не знаю. Женщина должна знать, как благодарить своего мужчину. Нельзя выходить замуж за мужчину, если не знаешь, как сделать его жизнь счастливой. И нельзя выходить замуж за мужчину, если не знаешь, как его жизнь сделать адом. Надо уметь и то, и другое. И у кого есть такие часы, тот кто? Красавчик. У меня у самого таких две пары стоит. Поэтому, если ты не хочешь, чтобы твоя баба сливала на тебя адское говнище без предупреждения, интересуйся ей. И поверьте, поверьте, дорогие дамы, если вы правильно благодарите мужчину, он уже через какое-то время такой сидит. Лена! Что-то давно мы не пользовались часами. И уже такой сам сидит в костюме Микки Мауса. Хвостом вперед. Вот такая вот история. Поэтому, конечно, конечно, а мы-то хотим что? Чтобы жена была точно такая же, но что? Без отрицательных эмоций. А такого не бывает. Такого не бывает. Это как зима без соплей. Ну что это такое? Письмо. А, если вам надо часы, купите себе, конечно, только, пожалуйста, культурные люди. Ну, без драк. Если всем не хватит, в интернете купите. Ну, на входе, наверное, можно. Я не думал, что там их тысячи. Ну, встань, тихонечко уйди. Ну, и вернёйся, пока я читаю письмо ненужного тебе человека. Известно, я знаю, что подъездка есть. Мы тебя дочём. Никто тебя не осудит. Подержите её место. Эти милые женщины дают возможность моим детям учиться в высших учебных заведениях. Спасибо вам большое. Без вас я просто ничтожество. Муж меня любит, балует. Обожает. И всячески это показывает. Ну, что бы не закончить письмо. Но женщины, они так устроены. Мой муж самый лучший человек на свете. Очень хороший. Я его обожаю. Он меня любит. Но! И после но начинается реальность. Что же здесь у нас? Но! Периодически. Изменяем. Действительно. Какая мелочь. Когда мы перешли на первый уровень откровенных отношений. Изменяет. Когда мы перешли на первый уровень откровенных отношений. Что бы это ни значило. Говорит, что я сама. Самое главное в его жизни. И секс с другими ничего не значит. Но секса с другими. Женщинами. Все равно иногда хочется. Вот мне вот интересно. Поменять местами. Дорогой. Я тебя обожаю. Но соснуть у соседа. Мне просто помогает заснуть. Я без чупа-чупса за щекой не могу заснуть. Я тебя очень люблю. Ты лучший мужчина в моей жизни. Можешь начинать смотреть программу «Время». А я сейчас вернусь. Вот это прямо интересное. Как вот можно бабе? Ты очень хорошая баба. Я просто люблю потыкивать других. При этом уверяю, что я лучший сексуальный партнер в его жизни. Как вы думаете? Это, на мой взгляд, не норма. Ну, конечно, это не норма. А теперь вопрос. А почему мужчина так себя мерзко ведет по отношению к вам? Есть всего один ответ? Позволяю. Это ответ на ваш вопрос. Мужчина со своей женщиной ведет себя так, как вы ему позволяете. А позволяете вы ему то, что вы заслуживаете. Потому что если бы вы после первого намека обладали ему лицо, выгнали нахер из ума, эту зажавшуюся тварь. И он бы где-то там три недели в сарае дрочил, а потом приполз, тогда может быть. А потом, не, ну, ну, дорогой. Ты же знаешь, как я тебя люблю. Да. Вот прикинь, да, мы друзья, да, Серега? Серега, ты мой лучший друг. Ну, им просто мне, армейские, старые армейские друзья. Ты лучшее, что случилось в моей жизни. Да, я сплю с твоей женой. Прости, конечно, но, ну, ну, это же, ну, мелочи же, не помеха нашей дружбе. Мы же, ну, 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 ну. И Серега говорит, не, ну, это да. Это да. Армейская дружба превыше всего. Что ж я, ну, друзей на бледе менять же ли буду? Дорогая, ну, сходи за сметанкой, да, там, мы тут поговорим с другом. Как вообще в голову? Вот чтобы мне такая мысль в голову должна есть, если пришла, я это говорю. Это говорит о том, что, ну, я не то, что тебя не уважаю просто. Я еще, ну, непуганный идиот. Я уверен, что это все сойдет на нет, потому что, ну. А если бы я понимал, что, ну, скорее всего, нацель в печень будет уже, ну, через 4 секунды моего монолога, я бы воздержался, ну, во всяком случае, о том, чтобы говорить о том, что я сплю с твоей женой. Правда? Ну, вот. Поэтому если, это не только у женщин или у мужчин. Скажем, происходит только то, что мы позволяем. Поэтому, солнышко, это не норма. Ну, конечно, это не норма. Все мужчины хотят кого-то трахнуть. Это нормальная история. Все. Ну, все. Это, ну, мы, мы, все люди полигамны. А что вы думаете, бабы не хотят вахматиться? Ну, ты, культурный человек, это тот, который листает меню, но не заказывает. Полистал, полистал и все. А если придавило, зашел на порнохаб, ну. И сам приготовил. И сам приготовил. Хорошо сказано, да. Короче, вопрос. Это норма, это не норма. Не норма не то, что он хочет других баб. Не норма то, что он тебе это говорит, а ты это позволяешь. Я скажу так. Мне жена, я стопроцентно уверен, не позволит такое сказать. Не позволит. Если я такое ей скажу, да, нельзя так общаться с человеком. Вообще нельзя так вести себя с человеком, который имеет доступ к твоей зубной щетке. Ну, ну, и что? Добрый вечер. Я разлюбила. Разлюбила. Сначала полюбила, а потом разлюбила. Сидела, сидела, любовь пришла. А потом раз, вспышку проспала, и любовь ушла. Разлюбила. Любовь же это что? Чувство. Чувство. Любовь это не чувство. Чувство это похоть. Страсть. А любовь это не чувство. Сказал об этом мужу. Попросила развод. Муж не хочет? Просит дать шанс. А у меня нет. Кончились, иссякли, исчерпаны. Знаете что? Чувство. Чувство. Пропало доверие. Потому что доверие это что, тоже? Чувство. Ты так сидишь, сидишь. Оно же ничем не связано. Просто такое доверие. Есть. А потом нет. То есть то, что это доверие кто-то из своих близких. Нет. Оно у тебя пропало. Хорошо. Это не дело одного дня. Это итог совместной жизни. Моя совесть чиста. Конечно. В плане озвучивания и просьб об изменении и улаживании различного ради семейных абьюз, драмы. Хочу экологично выйти из этих отношений, чтобы муж принял эту информацию и мирно развестись, есть сын. Ну, это классическая история. Чувствуете? Богиня в затруднении. Хорошая баба, которая с чистой душой все делала абсолютно правильно, но ушли чувства. А что ты сделаешь? Что-то раз так расслабилась. Я стал прозрачным. Я стал кристаллом. Я просатился в селочком. Меня не стало. И чувства. Конечно. То, что все сделали через жопу. Вышла замуж хер знает за кого. Как-то по пьяни сошлись. Потом почем поженились. Самое нормальное, ребенок родился. Нормальный. А потом чувства устли. Конечно. Действительно. Да. Прикинь, ты едешь за рулем. Такой едешь. А-а-а! Избиваешь пенсионера. Да? На пешеходном переходе. Менты подходят. Ты что, сука, охренел? Он говорит. Навык ушел. Был, был. Был, был, ушел. Навык ушел. Сначала он пришел. Прямо сидишь, сидишь. Чего ты уж навык пришел в вождение? Ты хватит, давай едем. Он говорит, раз, навык ушел. Так удобная любовь. Любовь. Это не чувства. Любовь это сумма трех составляющих. Это страсть, близость и ответственность. Любовь, когда есть эти три вещи. А у вас чего-то не было. А-а-а! Я хочу развестись. Так разведись. Хочется экологично. Солнышко, открою тебе страшный секрет. В этом мире всем глубоко на твою жизнь. И на экологию. Вообще вообще без разницы. Никто на планете не перестанет спать, есть. Есть один мужик, который напрягся. Ну, потому что, ну, мужики же они такие. Я же-то думал, у нас все хорошо. Смотрю чемоданы у лифта. Что за бля? Неожиданно, неприятно. Обычно это так. Только разводись. Я не буду отдавать. Ну, какой ответ? Откуда же я знаю? История. Одна дама подходит ко мне, говорит, Сати, такая ситуация. И рассказывает какую-то историю, очень похожую. Таких историй в каждом городе такая история. Что посоветуете? Разводиться или нет? Я говорю, так, конечно, разводись. Что правда, можно? Я говорю, да. Он говорит, ты хороший психолог. Я вот была у психолога, он сказал, что не надо. Потом к батюшке пошла. Он сказал, грех это, грех не разводись. А тут хороший человек. Я говорю, да, я очень современный, разводись вообще без проблем. Ну, это спасибо. И мы дальше беседуем. Я говорю, а вообще какие планы? Она в смысле? Я говорю, ну, какие планы? Она говорит, ну, развестись. Так это я понял, мы уже решили, а потом? Что потом? Я говорю, ну, потом что, ну, развелась. Вот ты выходишь из ЗАГСа. Вот ты теперь уже опять Иванова, а не Петрова. Радостно. Теперь эта тварь, которая тебе всю жизнь была, никто. Теперь официально тебе никто. Дальше что будешь делать? В смысле? Ну, как жить-то будешь? Строить отношения. Ты собираешься замуж? Да, конечно. Выйду замуж. Я говорю, а как будешь строить отношения? Ну, как? Ну, нормально. Я говорю, а ты умеешь? Она такая. Я говорю, заволновалась. Я говорю, ты умеешь строить отношения? Она, в смысле? Я говорю, ну, как ты думаешь, ты умеешь или нет? Ну, думаю, да. Я говорю, а что ты развелась? Ну, очевидно, да, что твой навык определяется по результату. Результат – ты разводишься. То есть твой навык построения отношений даже не нулевой, он отрицательный. А-а-а, а что делать? Я говорю, так надо учиться. А как? Я говорю, можно тренироваться на мужа? Тебе ж его не жалко, ты с ним же развесись. Потренируйся на нем. Очень удобно. Начни делать правильно. Как? Я говорю, ну, как я рассказываю? Ты же раньше все это не делала, потому что тебе было страшно, что это не работает, что все развалится, а уже все развалилось. Ты странный. Я говорю, это моя работа. Письмо или вопрос из зала? Письмо, как скажете, что же? Я русский слов не понимаю. Посоветуйте, что делать. После 13 лет браков очень привыкла к мужу. Ах ты, тварь! К мужу привыкла. 13 лет и к мужу привыкла. С чего бы это? Нормальные люди уже разводятся. Очень привыкла к мужу и к образу жизни вместе с ним. Но любви нет. Любви нет. И очень... А любви нет, а очень хочется. А изменять мужу не хочу. А, в смысле, без мужа? Нет, нет. С мужем хочется. Образ жизни хочется. Хочется. И трахаться хочется. Но нет любви. Хочется, а трахаться на стороне не хочу. Если бы было можно или хотела, то вопрос бы решился. А так, не хочу. А что делать? И что мы понимаем? Что мы понимаем? По письму, вот эта вся история про любовь, все это херня полная. Ты просто не хочешь мужа. Теперь вопрос. А почему ты не хочешь мужа? Ведь трахаться, это же классно. Ну, друзья, ну правда, трахаться хорошо. Ну, лучше, чем трахаться, это только, ну, вареники с вишнями. Ну, это мой личный хип-парад, простите. А в основном это очень крутая история. Мы очень любим все трахаться. Почему же ты не хочешь трахаться? Такую кайфовую вещь такую. Не хочется трахаться. То есть, тебе трахаться хочется. Тебе не хочется трахаться с кем? Конкретно с ним. Теперь вопрос. Что вы сделали, что такое кайфовое чувство, как желание трахаться, прямо уже аж не хочется? Само по себе ушло? Что является основой сексуальной жизни? Основой питательной почвы и сексуальной жизни в браке? Просто сексуальное влечение нет. Потому что мы знаем, что вот эта вот так называемая физиологическая сексуальная гармония, она действует в среднем 7 месяцев. То есть, я увидел Татьяну, захотел ее, мы начали трахаться. Из-за того, что она просто красивая баба с сиськами, я буду хотеть ее 7 месяцев. Потом дальше, ну, Танька девка классная, но есть еще Ленка есть. Ну, какой смысл? Есть все время киевский торт, когда есть спинчер кучерявый. Своеные там всякие, Наполеон. Надо что-то, а я вот, допустим, не хочу, я хочу, но уже поднадоело. Откуда мы будем питать? Откуда наша сексуальность будет питаться? Со стороны. Со стороны, каким образом? Ну, мы же сейчас в кошерных отношениях, мы не можем там, ну, на стороне. Мы не хотим на стороне, мы люди культурные. У нас католическая школа за плечами. Хотелось бы прямо вот тут, что мне позволит, вот, с Таней, с женщиной, красивой бабой, хотеть трахаться лет 30-35 в браке? Эмоциональная близость. Эмоциональная близость, что это значит? Вам полное доверие, взаимопонимание. Взаимопонимание. А что это означает? Как это поможет сексу? Я не знаю. Я не говорю, что ты не права, ну, давай, проясни. Это надо прочувствовать. Прочувствовать. Ну, это правильный ответ на все вопросы, хер разберешься. О чем ты? Ну, чувствуется, что девка верит в эту историю. Но, давайте технически. Таня, где мы будем вообще терпать вот эти новинки? Людминей разговаривать. Разговаривать о чем? О сексе. О сексе, конкретно о чем? Что конкретно я хочу, что конкретно. Конечно, то есть мы трахаемся, и мы сразу в начале, да, в первые 7 месяцев вывалим что? Ну, какие-то такие, ну, нормальные версии. Нормальные версии. То есть я все свое извращение, конечно, не смогу на нее вылить, потому что, ну, и она тоже. Потому что у каждого человека, с вами, кстати, купите книгу про секс, такая красная. Купил, молодец, все там прочитали. Ты молодец, я знал, что тебе они, ты вообще лучше всех. Лучше всех. Так вот, продолжим. Сексуальность в браке питается за счет внимания легких сексуальных отклонений, которые у нас в башке целая куча. Любого из вас взять, у вас в голове такой мой порнохап позавидует. Если сейчас взять, я не знаю, твою, 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 твою сексуальность на экран вывести, все просто, не надо, понятно, потому что мы, ну, мы какую-то маленькую только часть своих предпочтений друг на друга вываливаем, да. То есть то, что мы считаем как бы нормальным, то, что, ну, за что нам, ну, не опасно, потому что дальше уже опасно, опасно. И чтобы мы долго, мы должны эту опасность переступить, мы должны начать об этом говорить. Ты должна будешь начать говорить о своих каких-то предпочтениях, о их огромное количество. Если вы живете в этих удивительных городах, мы с вами сможем встретиться в живую.